добрый день дорогие друзья я продолжаю отвечать на вопросы и записывать серию коротких видео под общим названием как накачаться и мне сразу несколько человек задали вопрос про жим после видео о тренировках в трейборе а если человек только жимом увлекается как ему тогда тренироваться я сразу хочу сказать что это известная как бы проблема и противостояние то есть я всегда считал жим переоцененным упражнением то есть жмут практически все часть вообще ничего другого кроме жима знать не желает и сейчас уже плодятся множество соревнований там мы не говорим там экипировка без экипировки там даже жимовые там многоборья всякие на разы и т.д. и т.п. то есть есть масса народу которые считают что как бы жима для них не существует я такое отношение только еще в одном виде спорта встречал этого армрестлеров которые там но с кем бы они не встретились в какую бы они среду не попали о чем бы спортивным не шла речь там они так все твой слушают а потом говорят ну пойдем попробуем как ты на руку вообще ну и отчасти но это забавная такая особенность а ну армрестер в чем можно понять но когда любители жима так называемые жимовики после любого разговора там или там любого рассказа про какого-то человека они спрашивают а сколько лежа жмет потому что для них результат в жиме лежа является основным критерием ценности человек но я не совсем приветствую этот подход и понятно что если пауэрлифтинг как силовой троеборье он является в общем-то видом спорта который хоть с определенным креном но приводит достаточно такому гармоничному силовому развитию человек то один жим это как бы я еще раз сразу хочу сказать что я не говорю о тех людях которые по той или иной причине по состоянию здоровья ничего другого делать не могут ну а всем остальным я все-таки рекомендую не зацикливаться у нас на эту тему всегда был такой некий спор с моим давним товарищем по помосту андреем эдуардовичем поле и спор вообще сводился к тому что он говорил что ну хотя он сам многими видами спорта занимался и достаточно много умеет он вот сконцентрировался на экипировочном жиме он мне всегда говорил что надо на чем-то одном сконцентрироваться и добиваться наивысших результатов но что он и сделал будет самым титулованным экипировочным жимомиком в мире ну а мне говорят что там сегодня одно завтра другое сегодня там на одних соревнованиях выступаешь завтра на других там сегодня по троеборе там выступаешь и по жиму там завтра ты борешься послезавтра по ММА выступаешь или еще что-то такое там но это не совсем правильно в результате как бы в отдельных видах там результаты где какие но хотя как бы я всегда придерживался но вот точки зрения что мне надо себе такие какие-то себя в узкие рамки загонять конечном счете мы рассудил доктор савельев профессор вот он сказал что с точки зрения биологии с точки зрения эволюции любая узко специализированная особь обречена на вымирание но после этого я в общем то в глубине души убедился что но моя точка зрения она в общем с точки зрения эволюции и биологии она более правильно хотя всегда это был один из основных вопросов философии либо специалист узкий который как кузьма прутков говорил знает все больше все о меньшем круге вопросов и в результате он знает все ни о чем либо специалист широкого профиля которые обо всем знает все меньше в результате он обо всем не знает ничего и вот какой подход правильный будут спорить и дальше теперь перейдем к жиму но я вообще все-таки троеборец если говорить о пауэрлифтинге я никогда не был там узкоспециализированным жимовиком хотя выступал естественно соревнованиях и только по жиму лёжи вот и в результате очень хорошую программу мы подобрали в свое время я доработал жимовую программу там андрея бутенко это ну на тот момент он был президентом федерации WPC Канады вот она очень рабочий она щадит связки и годится и для возрастных атлетов я сейчас в двух словах как бы расскажу а более подробно посмотрите будет ссылка на наши статьи с андреем бутенко и в дальнейшем с сергеем молчановым который просил меня помочь ему в подготовке в результате с 215 килограмм экипировочном жиме он дошел за 350 вот он тоже свою точку зрения изложил эту статью заработал а вот и схема вкратце такова то есть я разбил тренировочный цикл на 8 недель но при подготовке к соревнованиям лучше если это будет 12 недель тогда у вас ну вот 8 непосредственно работа две недели это уже отдых и подводка к соревнованиям получается 10 еще две недели у вас на случай неких непредвиденных обстоятельств когда одну из недель вот этих вот восьми рабочих надо повторить доработать может быть в этом приболели себя плохо чувствовали неважно но схема в общем то такая запоминайте вы выбираете вес который можете выжать 10 раз это в общем то 60 процентов от вашего максимума речь идет о жиме без экипировки но о том как на максимальную веса выходить или не выходить это отдельное видео я сниму значит во всяком случае мы берем вес который можем выжать максимум 10 раз и начинаем его раскачивать в течение двух недель дважды в неделю один раз средним хватом другой раз соревновательным хватом ну и схема там такова то есть вы на первой тренировке сделали в первом подходе всего подхода в 4 сделали допустим 10 раз во втором 9 потом 8 потом 6 вот и ваша задача вот за две недели добиться того чтобы вы во всех подходах во всех четырех подходах выжимали этот вес 10 раз это касается и жима с акцентом на трицепс и средним хватом и жима с акцентом на грудь соревновательном стиле а вот после того как прошли вот эти две недели вы берете вес уже не 60 а 70 процентов это вот примерно от того максимума который у вас будет и раскачиваете его в 5 подходах на 6 раз по той же схеме то есть там сначала 6 может быть еще 6 потом 5 потом 4 ну и так далее то есть 6 раз на 5 подходов проходит еще две недели это ваших четыре тренировки тогда вы берете вес 80 процентов от максимума и делаете уже наоборот то есть пять раз в шести подходах вот по той же схеме делаете еще четыре тренировки 2 и 2 то есть это еще две недели у вас проходят и потом уже выходите на вес который можете выжить три раза значит сначала в одном подходе потом во всех ссылка в описании смотрите там более подробно как и что делать вот но абсолютно рабочая схема то есть в результате в этих там 8 12 недель работы вы получите прибавку которую на соревнованиях желательно подтвердить ну а потом соответственно у вас уже стартовый вес увеличится уже от и в конечном счете в результате программы пройдя ее так вот циклами из раза в раз все время будет результат увеличиваться удачи как они то есть 8 л л л л л л Продолжение следует...